Девочки, привет, привет всем! Меня зовут Светлана. Спасибо всем, кто заглянул ко мне на канал. Сегодня я хотела бы рассказать о своем небольшом заказе из Ифраше. Если вам интересно такое видео, то, пожалуйста, оставайтесь со мной и приятного просмотра. Делала я свой заказик из-за подарка, о котором я расскажу немножко позднее. И что я заказала? Он получился у меня совсем-совсем небольшой. В котором были, конечно же, мой фаворит. Это гель для душа с орехом макадамии. Очень-очень его люблю. Уже первая упаковочка у меня заканчивается, поэтому я заказала себе про запас вторую упаковочку. Обожаю его аромат. Обалденно-обалденно пахнет ореховым печеньем, мороженым. Просто обалденный. Сливочный, приятный аромат. Обожаю такие кремовые гели для душа. В общем, это мой фаворит однозначный. И взяла попробовать вот такой вот гель для душа. Это Культур Био. Серия называется. Питательный гель для душа. Мед и мюсли. У меня из этой серии есть питательное молочко для тела, которым я очень-очень довольна. И я решила попробовать еще гель для душа. Написано, что он на 99% состоит из натуральных ингредиентов. Но, судя по составу ингредиентов, здесь на втором месте идет действительно какой-то натуральный ингредиент. Какой-то сахар. Потом экстракт эмодиума, рецальфата все-таки. Ну, в общем, написано, что 99%. Будем им верить, конечно, хотя я очень-очень в этом сомневаюсь. В общем, по аромату он очень-очень похож на вот это питательное молочко, которое мне очень нравится. Приятно пахнет, в принципе. Но он такой не кремовый, поэтому я люблю больше кремовый гель для душа. Но попробовать взяла. И, единственное, он мне пришел с разбитой крышечкой и немножко протек в посылке. И сейчас уже продолжает протекать. Я смотрю, лежал у меня в пакете, опять протек. Ну, в общем, приятно пахнет. Интересно попробовать. Не жалею, что взяла. Вот этот стоил гель для душа 150 рублей. А вот этот вот 99. Конечно, завышенная цена. 150 рублей он явно не стоит за 200 мл. Поэтому не значимый цена. Также мне хотелось попробовать что-то из вот этой обновленной серии ваниль. В таком вот рождественском оформлении. Такая вот красивая упаковочка. Здесь присутствуют блестки. В самом, вот в этом геле для душа. Вот, написано, что это ваниль золотая коллекция, гель для душа с блестками. Я взяла вот такую вот маленькую упаковочку, 50 мл. Здесь, значит, стоил он 79 рублей. Тоже, конечно, завышенная цена для такой малюсенькой упаковочки. Приятно пахнет ванилькой. Но мне хотелось просто попробовать, посмотреть, что это такое. У меня не было из обычной серии ваниль гель для душа. Но вот я взяла маленький. Хорошая штучка, конечно, она больше хороша для подарка, например, куда-то положить. Возможно, я ее ставлю кому-нибудь подарю. Но приятно пахнет. Блестки вот эти создают такое новогоднее настроение. Вот. Затем я взяла две миниатюрки. Это два вот таких вот малюсеньких лака для ногтей. В общем, это вот такие вот маленькие лаки, всем известные, у которых всего по 3 мл. У меня есть из такой серии Retropical розовая и есть фиолетовый такой лак. Мне нравится, что они хороши в нанесении, с одного слоя не полосят и хорошо держатся. Вот. Это вот такой вот морозная голубика, темно-синий зимний лак. Вот так вот он выглядит на ромашке. Это в один слой, это в два слоя. В принципе, практически не отличается, потому что в один слой он выглядит также очень-очень прилично, не полосит. Он совершенно матовый, без шиммера, без блесток, очень красиво смотрится. Такой по-настоящему зимний лак. Скорее всего, я сделаю с ним маникюр на Новый год и сверху нанесу какой-нибудь глиттер. Я думаю, что это будет смотреться красиво и по-новогоднему. И второй я взяла вот такой вот с блестками уже. Это глиттерный лак. Называется Искрящаяся роза. Вот здесь вот блестки в большом-большом количестве. Думаю, все знают, какая у этих лаков кисточка вот такая вот совершенно-совершенно обычная. Мне, в принципе, нравится, что у них такой вот маленький объем. То есть я успею их использовать до того момента, пока они высохнут. Вот. И вот так вот он выглядит на ромашке. В один слой, конечно, он такой бледно-бледно-розовый с шиммером. Но он очень красиво смотрится на ногтях. Я его нанесла на вот тот же розовый лак Red Tropical, который у меня есть. И вот красиво очень получился такой глиттер. Особенно в искусственном освещении это очень-очень хорошо смотрится. Как бы так показать. В общем, я довольна этим лаком. Мне понравилось, как он смотрится. Очень даже неплохо. Вот. И единственное, конечно, цена у них довольно кусочая. За 3 мл. 99 рублей аж. Конечно, Ифраше завышает цены на свои продукты за счет того, что они лошат подарки. Вот. И еще что я взяла. Еще в моем заказе была вот такая вот помадка. Не пробовала ни разу я еще помаду от Ифраше. И мне хотелось какого-то такого темно-малинового, черничного цвета. Почему-то не знаю, почему мне захотелось. Видела я у кого-то из девочек на видео такой цвет на губах. И у меня ничего такого не было. Поэтому я решила заказать. Вот в таком вот оттеночке у меня. Этот оттенок называется R302. Вот. И такая вот маленькая хорошенькая помадочка. Вот. Действительно, в таком вот черничном оттенке. Ну, он, конечно, выглядит в пузырьке темнее, чем он есть на самом деле. Вот так вот он выглядит на руке. Красивый такой темно-малиновый оттенок. Без шиммера, без блесток. Матовый совершенно. И мне очень нравится, как она на губах ощущается. Очень такая увлажняет хорошо. Вот она у меня сейчас на губах. Легкий такой парфюмированный у нее привкус. Красивый такой матовый цвет. Именно такой, как я и хотела. Такой темно-малиновый. Какой-то смородиновый цвет. Ягодный такой, в общем, цвет. Ежевичный. Или как сказать. В общем, вот такой вот. Мне нравится, как он выглядит на губах. Я довольна этой помадкой. Значит, стоимость этой помадки, помада черничный мусс, 3,5 грамма, стоила 219 рублей. Тоже, конечно, цена у нее не дешевая, так скажем. Ну, вот, хотелось попробовать мне помадку от Ифраше. В принципе, я ей довольна. Потому что цвет меня действительно порадовал. Вот. И из-за чего я, собственно, делала заказ? Я делала заказ этот из-за вот такого вот парфюма. Я говорила о том, что мне очень понравился парфюмный роли от Ифраше. Вот. Он у меня есть в миниатюрке. И поэтому, как раз по этому предложению, была акция. Давали вот такой вот 15 миллилитров в подарок за заказ. Здесь у него очень удобный флакончик. Его удобно брать с собой. Вот такой вот хороший. В принципе, много здесь. Удобно брать с собой. Мне нравится этот аромат. Он приятный очень. Вот. Поэтому я делала заказ, в общем-то, из-за вот этого парфюма. И, конечно же, в моем заказе были пробнички. Я выбрала вот этих вот три пробника. Этот мне просто дали в нагрузку. Я его... Ой. Вот этот мне дали в нагрузку. У меня такой есть аромат. Возможно, кому-нибудь подарю. Или положу в очередную посылочку кому-нибудь. Вот. А вот эти два парфюма я действительно хотела понюхать. Это Эвиденс. Женский и мужской. Еще не нюхала. Потом понюхаю, если что расскажу. Если они меня действительно порадуют, то я, конечно, о них расскажу. Ну, в общем, вот такой у меня получился заказик из Фраше. Меня порадовала очень. Помадка. Лаки меня порадовали. В принципе, хорошие. И по качеству, и по нанесению. Ну, и, конечно же, мой любимчик. И парфюм также меня порадовал. Так что заказиком я осталась довольна. У меня получился на 633 рубля. Я использовала код бонуса на бесплатную доставку, кажется. Если я не ошибаюсь. В принципе, за 633 рубля я считаю, что продуктов достаточно количество. Вот. Спасибо всем за внимание. Понравилось такое видео. Спасибо всем за лайки, за подписку. Увидимся в следующем видео. Пока-пока. Пока-пока. Пока-пока.